Из личного. Знаете, захотел тут сделать одной женщине приятное. Женщина, с которой когда-то лет сто назад общались, мы даже живем в разных городах, а таком обычно говорят, это было давно и неправда, послал букет цветов. Вообще без каких-либо претензий, а в ответ получил вот такую вот фотографию. Сейчас расскажу обо всем этом чуть подробнее. Начинаем. Вот меня часто спрашивают, ты, наверное, обиделся на Навального за что-то и бла-бла-бла. Я не могу обидеться на мужчину, тем более на мужчину, которого я даже не знаю. А вот в женщине разочароваться можно. Знаете, дамы, у меня есть брат, и он выращивает цветы, и я вижу, как он пашет. Я не оговорился, пашет. У него огромная теплица, и человек круглосуточно там растит то, что для вас кажется обыденным. Он не спит ночами, в сезон почти не видит свою семью. Эти цветы для него как дети. Температура в теплице упала на 1 градус, и он подскакал туда, даже если он в нескольких сотнях километрах от объекта. Еще один момент. Я помню, как я заказывал этот букет. Парень на том конце провода уточнял каждую мелочь. Во что завернуть? Как преподать? Какую открытку воткнуть? Он меня минут 30 пытал, и потом еще раз за три перезванивал, переспрашивал, а адресат в итоге поступил вот так. Милые женщины, без обид, но лично я ни одной из вас больше никогда не подарю даже полевого цветочка. Исключением мамы и сестры, учитесь уважать мужчины то, что они для вас делают. Это забудьте про «Я красивая, и он мне должен». Ладно, это реальная журналистика. Сегодня о прекрасном. Поехали. Слушайте, ролик прислали, ржу не могу. Какие-то ребята, ссылка будет в описании, попытались высмеять происходящее в нашей стране. Молодые парни, повторюсь, молодые ребята еще жить-то толком не начали, но уже... Причем высмеяли окружающие действительности эти ребята в творческой форме, сняли клип. Такой типа взгляд со стороны. Впрочем, что я рассказываю? Внимание на экран. Сынок, ты зачем выключил? Я вообще слушал. Бабь, это же просто пронывка мозгов. Ой, пронывка мозгов, да мало ли еще о таком обсуждать. Скоро Америки придет капсдец, и тогда мы заживем. Как дела? Нормально. В клипе показан зомботелевизор, и там все хорошо. Это Америки проклятый кирдык, ведущий такой нормально нереальный, с отрешенным взглядом. Дальше поехали. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. У нас все нормально, реально, нереально. Ну, таких, я думаю, в каждом дворе вал удивительно другое. Ведь каждый алкоголик поддерживает действующую систему власти. Такие реально довольны происходящим. Впрочем, чему я удивляюсь? Им ведь правда хорошо. Только не говорите, что вы таких пассажиров не наблюдали ни разу. Знаете, когда я год жил на Кавказе, еще недавно совсем, работы в городе не было в принципе. А у меня не было офиса. Моим офисом была моя кухня, и вот в кухне у меня были окна в пол. Каждый день я наблюдал одну и ту же картину. Там с 11 алкоголь разрешали продавать. Так вот, без 10-11 я видел, как со всех сторон появлялись буха-зомби, кто откуда, и шли в магазин напротив. Этот процесс был бесконечным. Говорю же, славься, страна. А что, выпивка за 3 копейки, еще и акции какие-то проводятся скидочные? Страшно другое. Сегодня ведь в магазине уже нормального пива даже не купишь. Там продают какой-то гэ под названием пивной напиток. Ну, я сейчас говорю про полторашки баклажки с непонятной бурдой внутри. А синий камонная нравится. Славься, страна, мы гордимся тобой. Важно, чтобы вот этот вот красавец правильно проголосовал какого-нибудь 18 марта. А тут разговор людей на заправке. Бензин в цене растет прямо в момент процедуры залива, и все равно как дела, нормально. И это ведь тоже взято из жизни. Ощущение такое, что наш человек в принципе не видит, как над ним издеваются. У него все хорошо, нас имеют, мы крепчаем. Ну и финал не менее удивительный. Бать, ты опять эту чушь смотришь? Да ты сядь, послушай умных людей, все же правильно говорят. Как же я устал от этих разговоров, не хочу спорить, пойду, финал схожу. Ага, иди, иди, смотри свои пиндосовские фильмы. Да ты сядь, послушай умных людей, так и живем. Я не говорю сейчас про тех умных людей, которые по телевизору. Мы ведь разных умных людей готовы слушать. Не важно кто, важно, чтобы этот парень нам нравился. Одни готовы порвать за Путина. Почему? Потому что он классный. Другие готовы умножать на ноль за какого-нибудь Навального по той же причине. Он прикольный. И говорит правильно, а чем одни отличаются от других? Стесняюсь спросить. Мы чё, правда все хотим быть рабами? Дяди Вовы, дяди Лёши. А кто-нибудь задумывался, что будет после 18 марта лично с вами? Или нам важно сейчас найти ту задницу, которую мы готовы расцеловывать в ближайшие 6 лет? Мы ведь и на выборы-то собираемся идти или не идти по этому же принципу. Одни пойдут, потому что нашли, что целовать. Другие не пойдут. Им попку для поцелуев не предоставили, потому что... Так кого вы выбираете-то, ребят? Президента или предмет обожания? Два дня до выборов. Многие меня спрашивают, за кого ты будешь голосовать. Я бы разделил этот вопрос на две составляющие. Во-первых, я правда пойду на избирательный участок, в отличие от каких-нибудь мальцевых, камиков, сотников, которые даже не в этой стране сейчас пребывают. А во-вторых, у меня есть кандидат, за которого я проголосую. Скажу одно, это мужчина. И я призываю сейчас бытя немагов, Машу Лондон, Костю Ответственного, Юру Гемельфарба и многих-многих-многих других уважаемых людей. Пойдемте и что-то сделаем. Мы обязаны совершать какие-то телодвижения. Мы лидеры до мнений. Кто, если не мы? Как по мне, лучше сделать и потом пожалеть, чем не сделать и жалеть за тем еще больше. Это была «Реальная журналистика» сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе вы найдете больше интересного и полезного. Заходите, знакомьтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Лея, привет. Поехал на горячие источники, нашел ванну с водкой. Полная, сука. Еб***ь того Волана. Целая ванна в Адямбе, прикинь? Вот такая вот. Лея, тебе на месяц и не выпьешь. Поехал на горячие источники, нашел ванну с водкой.